Приветствую вас! Экономическое видео и ужасно серьезное. Не будет ни троллинга, ни шуток, ни криков, а будет такой скучный, монотонный разговор. Вы же всегда просите, что вы хотите серьезные беседы. Вот для вас серьезное экономическое видео по очень действительно серьезной и важной теме. Я сейчас вам расскажу, сколько Украина получит денег на восстановление экономики Украины. Причем расскажу, от кого получит, сколько получит и когда получит. Да, да, не удивляйтесь. Нет, сумму 750 я, конечно, слышал, но я вам расскажу реальные факты, которые, ну, как бы себя закатывают. Так что, если вам это интересно, рассаживайтесь. Я беру четки и начинаю рассказ. Ну, самое чаще, что вы слышите, что Россия заплатит за восстановление экономики Украины. Слышали. И, как вы знаете, довольно большие финансовые и имущественные активы России арестованы. При этом, ну, тоже очень часто слышим, что вот этот актив будет конфискованный и переданный Украине. Теперь вам рассказывают правду. Ну, для начала давайте уточним. Смотрите, то, что арестовали, есть часть денег, которая принадлежит правительству России, ну, там правительство этого, и часть, которая российским олигархам. Это две разные. Давайте так. Что касается правительства России, наверное, вы слышали, и даже конгресс США принял там постановление, которое, ну, начинает дискуссию или выработку возможной процедуры конфискации денег правительства России для передачи Украины. Это хорошо, но это, скажем так, несерьезно. Смотрите, если действительно при результате войны будет заключен мирный договор, там будет четко прописано, что Россия должна заплатить за восстановление экономики Украины такую-то сумму, без проблем. Тогда действительно можно часть арестованных активов просто перечислить Украине, ну, а то, что останется вернуться в Россию. Вот это идеальный вариант. И вот это сработало бы только так. Но, как вы сами видите, вероятность того, что Россия на это пойдет, очень маленькая. Поэтому, скорее всего, даже если будет мирный договор, такого пункта не будет. Конечно, вы скажете, ну, так можно забрать. Понимаете, какая ситуация? Да, в истории мира были такие случаи, когда арестовали золото-валютные резервы Ирана, Венесуэлы и часть, часть США действительно забрала. Ну, не просто забрала, она их перечислила там в отдельном случае жертвам, так сказать, иранских полизаключенных, в другом случае там тоже таким венесуэльским товарищам, тогда же. Нет, такое было. Спорить не было. Но, понимаете, Россия не Иран. Россия более сильный игрок. Что сделает дипломатия России? Это однозначно. Она активно начинает работать с Европой, даже с США. И объясняет следующим образом, что это делать нельзя. Что если действительно произойдет такой инцидент, что в одностороннем порядке, без, вот если в мирном договоре прописано, проблем нет. Но если это в одностороннем порядке, одна страна арестует активы, другой и забирает, это может быть очень плохой прецедент. Я не шучу. Но вообще, что вы правильно поняли, если когда-то вы действительно изучали международное право, или может быть работали, вы знаете, что в международном праве есть очень хорошее правило. Лучше ничего не делать, чем что-то делать. По этой причине большая вероятность, что дискуссия о том, что активы, которые арестованы имеются до России, будут переданы Украине, будут идти десятилетиями, если не больше. Для информации, вы наверное не знаете, что когда Октябрьский переворот или революция, это тоже активы царской России арестовали, вот эти сказки про золото России, это выдумка, арестовали. И они действительно 70 лет были под арестом. А потом уже, когда Россия, Парижский клуб решали вопросы поошения долгов в СССР, вот эти активы использовались. Чтобы вы правильно поняли, как это работает. То есть, да, вот эти активы могут быть использованы, но лет через 50-70. когда действительно уже все забудется, уляжется. Да, да, действительно, вот сесть за стол переговора, сказать, ну вот, да, давайте мы это зачтем. Это возможно. А вот так, чтобы действительно забрать, нереально, понимаете, очень болезненный момент с точки зрения международного права, потому что вот это слово прецедент, он пугает всех. Поймите, это действительно очень опасно, потому что, понимаете, как, сейчас так, а потом, не, лучше не надо. По этой причине разговоры будут, денег не будет. Поэтому мы говорим про деньги, в данном случае правительства России. Разобрались. Что касается деньги олигархов, тут немножко другое. Смотрите, и в США, и тем более в Европе, там очень свято соблюдает право собственности. Это очень принципиально, понимаете, как вам объяснить, это основа. Но если сейчас вот это взять нарушить, то будет очень страшно. По этой причине, да, Украина может обратиться в суд, и через суд потребовать арестованный актив российской олигарху перейдет имеет право. Причем действительно есть такие суды, все, процедура, все существует. Судиться будет очень долго. Ну вот ЮКОС судится. Нет, там есть решение, судится, судится, судится. И это действительно может тянуться. Там процедура может длительнее, десятилетия. Но вот здесь действительно может быть случай, и абсолютно реальный. Просто я говорю, что не может, а вот это может. Когда ряд российских олигархов может пойти на сделку из украинской власти. Следующий вопрос. Вот них арестовали, пример, 10 миллиардов. Они говорят, давайте так, я один миллиард вам даю. Действительно, реально дает Украине один миллиард на восстановление экономики Украины. Реально, не мифически. Но остальные мне как бы возвращать. И такие сделки будут. Вот такие сделки будут. И вот с помощью таких сделок, да, действительно, ну, сотни миллиардов вы не соберете, ну, 5-6 миллиардов долларов. Да, можно так собрать. Вполне. То есть, когда действительно, я не говорю, что все, но некоторые олигархи на это пойдут. Они прокинут, я потеряю здесь, выгорю и там. Ну, то есть, и вот такие сделки будут. И вот в этом варианте это реально. То есть, как вы поняли, да, действительно, за счет арестованных, ну, там их сумма сумасшедшая, одни называют 700 миллиардов, другие 500. И, действительно, будет восстанавливаться экономика Украины, ну, части. Что касается основной, никак. Хорошо, конечно, было бы, но никак. Есть все-таки, понимаете, ну, как бы, не то, что международное право, а традиции, которые лучше не нарушать. Это есть. Так что, с этим мы разобрались. Следующее направление. Ну, то, что мы часто слышим, кредиты МВФ, кредиты мирового банка, банка реконструкции и развития, европейского банка реконструкции и развития, европейский институционный банк, банк Канад. Ну, вот мы слышим это все. Будет. Точно будет. Ребята, вот этот, знаете, будет. Да. МВФ, скорее всего, выделит программу. Однозначно. поймите, МВФ, хотя он считается независимым, но там решение в основном принимает США. Потому что он больше всего дает денег, принимает. И, по большому счету, для МВФ, миллиард сюда, миллиард. То есть, понимаете, им, к примеру, выделить, там, 5 миллиардов или 10 миллиардов, это не принципиально. Ну, для их денег это несложно. Вы поняли. Молодцы. Так что будет. Однозначно. И программа кредитования МВФ однозначно будет для Украины. Вот тут 100% гарантия. Однозначно. Другое дело, что хочу обратить ваше внимание, что деньги МВФ использовать нельзя. Для чего дают кредит МВФ? Увеличатся золото валютные резервы. Ну, вот они заходят. И должен расти имидж страны. То есть, ну, золото валютные резервы растут, и это должно положительно влиять на инвесторов. Тогда инвесторы должны более благосклонны относиться к стране. Да, бывают случаи, когда МВФ разрешает какую-то небольшую часть своих денег потратить на покрытие дефицита госбюджета. Но чаще всего здесь какой нюанс? Она говорит так, вот вам надо будет погасить старые кредиты МВФ, можно за счет новых погасить старые. Вот чаще всего так. Или, к примеру, какой-то небольшой долг. То есть, чтобы правильно понять, МВФ политика следующая. Мы вам даем исключительно, чтобы улучшить ваши золото валютные резервы, но деньги не надо тратить. Но их так проще погашать. Приходит срок погасить. Хотя тоже сказать, ой, наберем. Да. Что касается там Мирового банка, там, конечно, требований таких нет. Там действительно деньги даются, их можно тратить на экономику. И по большому счету, да, действительно. Украина, ну, понимаете, опять же, я не могу сказать, сколько будет, но, исходя с того, сколько раньше давали, то, что не говорят. Да, там в общей сложности 10 миллиардов долларов за 10 лет будет. Ну, не сразу там миллиардов, они, как правило, по этапу дают. Будет, будет. Вот это действительно, реально будет. Я еще раз говорю, вот знаете, 10 миллиардов за 10 лет, это точно будет. Может, немножко больше. Вот такая ситуация. Но будет, однозначно. Да, это кредит очень дешевый, сразу говорю, он очень длительный. 20 лет, да, спорт не будет, их там отдавать ваши внуки будут. Это действительно, тут есть трюк, что они, и действительно, это деньги можно будет на что тратить? В покупку газа. Болезненный вопрос. Строительство дорог, можно будет. Строительство мостов, да. Строительство жилья, да. То есть, это кредиты, действительно, называется макроэкономическая стабильность. Да, вот это их можно тратить. И действительно, их будут давать. Ну, просто МВФ дает всегда больше. Вот МВФ может дать нам там 15 миллиардов за раз. Хоп, может, может. Где-нибудь не с вами. А вот эти все структуры, они по чуть-чуть дают. Ну, чтобы вы немножко правильно поняли. Вот Мировой банк за все 8 лет нам выдал практически, почти 3 миллиарда. Ну, за 8 лет 3 миллиарда. Ну, почему за 10 не может там, ну, больше. Ну, я же еще других добавляю. Да. Поэтому, почему 10 миллиардов, это 500 миллиардов. ЕБРР, фактически, за 8 лет нам почти миллиардов. Ну, говорю, это было раньше. Сейчас он ему отдать больше. Ну, например, 2-3. То есть, там действительно 10 миллиардов будет. Так что, как минимум еще 10 миллиардов долларов. Мы, то есть, правительство Украины действительно получит от международных этих всех структур. Плюс, может, миллиардов 15, да тем более, спокойно. И, действительно, золотой валютной резерв, это так, фух, и вырос. Это сразу. Ну, вы понимаете, 15 миллиардов зашло, но там, значит, 25, фух, 40, о, да, такое может быть. Может. Это вообще, ну, вот, сказать, вот, резервы выросли. Разобрались. Молодцы. Идем дальше. Вы слышали, что сейчас посоздавали там платформы по сбору денег на восстановление экономики Украины. Хорошая идея. Работать будут, сразу говорю. Сразу вот я говорю, давайте так, вот вы сейчас кричите, там разворуют, коррупции нет. как вам так сказать, там разворовать сложно. Там, вот оно бюрократически так закручено, я знаю, это немножко инструмент, там украсть сложно. Так что, вот это вот не надо, что разворуют, нет, не разворуют. Так само, как, вот эти деньги, которые я вам говорил, МВФ или Евразии, их украсть невозможно. Говорят, невозможно. Вот вы хотели бы никак. Но там так построено, что, ну никак. Мост построить можно, а вот украсть нельзя. Такая зараза. Такие деньги. И вот это вот, все платформы по сбору денег, да, будут работать. Мало того, они действительно соберут деньги. Но, там не будет 100 миллиардов. Там даже 10 миллиардов не будет. Там будет 2-3 миллиарда. Ну, лет за 10. Чтобы вы правильно немножко поняли, смотрите, всегда в мире существуют какие-то, ну, начиная от правительств различных стран, мэров, заканчивая какие-то благотворительные организации, какие-то, время от времени они готовы пожертвовать. Ну, как пожертвовать? Там 10 миллионов, 2 миллиона, 3 миллиона. Это реально. Нет, действительно, например, там действительно в сегодняшний момент может там правительство, даже, скажем так, Дании, или, скажем там, ну, не знаю, давайте, какого-нибудь, Мексики, коридемы. Да, они могут понять, но суммы небольшие. То есть, большие суммы они не могут, потому что им сложно будет объяснить своим налогоплательщикам, зачем мы берем ваши деньги и даем Украине. Ну, это просто нельзя. А небольшие суммы, это логично. Ну, я говорю, вот смотрите, рассматриваем дань. Да, дань и налоги большие. Собрали налоги и руководство говорит, вот мы с этих налогов выделяем там 300 миллионов Украине. Если не сказал 300 миллиардов, дочень сказать, да это же ненормально, что ли. А говорит, 300 миллионов, да, нормально, мы поддержим, мы дружим Украину и вот такие деньги будут. И да, за счет вот этих, так сказать, организаций, платформ, действительно, ну, максимально до 5 миллиардов. Максимально. За 10 лет, ребята, не за раз. Потому что там суммы, говорят, ну, вот вы время и время даже слышите, там, то правительство перечислено там 100 миллионов, даже это, там кто-то 50, там, вот это вот, чтобы правильно понять, что это за деньги. Вот в таком виде они будут поступать. Да, действительно, ну, определенная сумма денег, причем это деньги, очень часто гранты, то есть их возвращать не надо, если вот эти все МВФ надо же скрыть, то здесь, как правило, вот здесь возвращать не надо. Чаще всего это подарок. Ну, небольшой, ну, давайте так, ребята, знаете, до ровного коню в зубы не смотрят, договорились. И с моей точки зрения, ну, чего, вполне справедливо дадут. Да, действительно, эти деньги можно будет потратить и на строительство жилья, вполне, и на благоустройство, вполне, ну, и вообще на восстановление, ну, скажем, такой инфраструктуры, ну, социальной, потому что эти деньги нельзя тратить, к примеру, на строительство завода. Этого они не разрешат. А вот на это, о, еще что может быть, смотрите, есть довольно много сейчас фондов, действительно, Украина с ними уже работает, я думаю, будет плотно, который занимается экологией. Вот смотрите, есть фонды, которые выдадут деньги, и за счет этих денег можно поставить солнечные батареи на остановках автобуса. Реально, причем реально, я говорю, не фонда, это реально. Вот такие проекты, причем их можно реализовать. Вот, к примеру, у вас есть, обычный город, не обязательно столица, мы говорим про, ну, самый обычный городишко. У вас есть, к примеру, там, несколько остановок, действительно, можно привлечь в это фонда, его не дадут деньги, поставят солнечные батареи, вас остановки будут освещаться, ну, ночью, освещать за счет электродерги, которая за день набралась. Вот это реально. Вот такое, да, реально будет, и вот такой, ну, как бы, инвестиции, это абсолютно реально. Да, если бы посчитать по суммам, то там, конечно, не триллионы, там, ну, в лучшем случае, пару миллиардов. Но, если посмотреть по результатам, вы видите, вот смотрите, вот есть солнечная батарея, вот есть там экология. Причем, там очень много, действительно, можно привлечь, к примеру, смотрите, у вас населенные пункты, есть старое озеро, которое запущено. Вы можете привлечь деньги за счет этих денег, почистить озеро, благоустроить и провести вот эти эрогенционные работы, чтобы там, ну, как бы, все было нормально. И действительно, мало того, это, некоторые случаи, действительно, грант, возвращать не надо, это абсолютно реально. В других случаях, если дают кредит, то, ну, чтобы правильно поняли, это кредит, примерно, на 20 лет, ставка 0,01. Нет, я не шучу. Ну, и такая политика, что мы занимаемся экологией, мы, мы не прибыльная организация, да, не получает убытка, мы говорим, мы занимаемся экологией, да, мы не приносим прибыль, по этой причине, мы выдаем ужасно дешевые кредиты, которые совершенно не покрывают инфляцию. Но мы же, цель наша какая? Экология? Да, ну, все. И вот они получают. И вот эти фонды, да, с ними будем работать, и действительно, ну, говорю, там, однозначно, ну, 2-3 миллиарда, за 10 лет, однозначно, Украина получит. Вот за счет экологии, за счет вот этих, не разберегающих технологий, однозначно, потому что фонды европейские, мы с ними дружим, они нас знают, и будут помогать. Так что с этим мы разобрались. Теперь двигаемся дальше. Смотрите, я же нам хорошо, если бы, приставка Украины разместила еврооблигации, но при еврооблигации слышим. Вообще-то грамотно называется, еврооблигация внешнего государственного займа. Еврооблигация, это жаргон. Что это означает? Это означает, правительство размещает, ну, еврооблигация получает деньги, и за счет этих денег, действительно, можно было, ну, к примеру, построить жилье для тех, кто потерял, вполне реально. Построить мосты, причем, ну, построить новые дороги, построить, действительно, восстановить. То есть, по большому счету, вот эти еврооблигации, ну, если, вот эти все МВФ, тогда же там есть, а, еврооблигация, вы разместили, взяли деньги, и тут же решают все правительство. Взяли, правильно, строительство, жилье. Все. Не надо спрашивать МВФ, всех остальных, тут, вперед. Идея хорошая, но есть одна маленькая, но, понимаете, такая ситуация, для того, чтобы удачно размещать еврооблигации, надо, чтобы у нас в стране был как можно выше рейтинг. Рейтинг, жутко низкий. Вот смотрите, какой нюанс. Если даже двойна закончится, ну, понятно, рейтинг там немножко подровняет, ну, будет очень низкий. Есть такое понятие, спекулятивный, а нам надо инвестиционный. Вот до кризиса 2008 года у нас был инвестиционный рейтинг. После этого, как упал, сюда был вот такой рейтинг. Что значит спекулятивный? Это значит, что если наш правительство хочет разместить еврооблигации, причем там действительно очень часто размещают 5 лет, 10, 20 лет. Нет, если есть 49 лет, не удивляйтесь, понимаете, в мире это нормально. Вот выходит, я размещаю на 49 лет. Покупатели гора. Чтобы вы правильно поняли, это не значит, что это нормально. Говорит, ну, как-то. Я понимаю, для вас, но для мировой экономики, когда размещают еврооблигации на 45 лет, это нормально. Есть вообще облигации, которые размещают на 99 лет. Если такие, да, покупают, не удивляйтесь. По этой причине, да, с точки зрения здравой логики, правительство Украины выходит, размещает еврооблигации, примерно, на 20-25 лет. за счет этих денег строим жилье, дороги, то есть, ну, восстанавливаем действительно инфраструктуру. Да, вы уж цифру этого времени слышали, что надо 50 миллиардов, там, 100 миллиардов. Ну, скажу так, понимаете, ну, действительно, еще раз, действительно, можно взять и разместить на мировом рынке, но не за день. А вот за 10 лет действительно можно разместить еврооблигаций на сумму 150 миллиардов. 200 можно. Серьезно. Для мировой экономики это небольшие деньги. Не, не удивляйтесь, не, ну, за день нельзя. А вот за 10 лет действительно можно разместить облигации. Серьезно. Абсолютно. Ну, вот я говорю, в чем проблема. У нас очень низкий рейтинг, по этой причине, на ставке по этим облигациям будет очень высокий. Там есть просто взаимосвязь. Рейтинг, если у вас спекулятивный, значит, доходность ваших аблигаций будет больше 10% в долларах США. Ну, это очень дорого. То есть, получается, вот разместили, к примеру, там на 10 миллиардов еврооблигаций, а по ним проценты надо платить там 15% в долларах. Это ужасно дорого. Вот это давит. То есть, знаете, тут будет как хочется и колется, знаете, вот так вот оно будет. То есть, будет получаться, что правительство понимает, что для того, чтобы вот сейчас решить жилищную проблему с беженцем и так далее, что надо деньги. Чтобы их привлечь, надо разместить эти облигации. Но доходность очень высокая. А если высокая доходность, соответственно, очень дорого обслуживать. Проблема. Да, действительно, можно поднять рейтинг Украины. 5-10 надо не меньше. Он упадет, он быстро, а он растет медленно. Да, ну, давайте даже скажем так, через 7 лет, вот за 7 лет действительно можно поднять рейтинг Украины после победы, когда он будет уже сонный. Вот тогда действительно, ну, Украина выходит на рынок 100 миллиардов и там, к примеру, с доходностью 3% годовых. Без проблем. Без проблем. Не, помните, в мире продать на 100 миллиардов облигаций небольшая сумма. Там уже давно триллионы вот так вот бегают. Вот такие нюансы. Так что, так и нюансы есть. Да, у нас есть, конечно, наши ВГЗ, вы знаете, валютные, которые на сегодняшний момент размещаются с доходностью около 3% годовых в долларах США. Вот это можно обыграть. Ну, просто увеличить. Увеличить действительно размещение евро, вот этих ОВГЗ с доходностью 3%, но сделать их более массово. Даже, мало того, можно сделать очень массово. И тогда действительно можно собрать 100 миллиардов сложновато, конечно, но хотя бы, ну, не знаю, вот за 10 лет можно действительно собрать как минимум 10 миллиардов, 15 миллиардов. И за счет этих денег действительно направить, за счет этих денег начать поставить. То есть, если даже не все подстроить, хотя бы часть, ну, скажем так, за счет этих денег мосты проимонтировать. О, хорошо. Да, жилье отдельно. Вот такая ситуация. По этой причине вот такой инструмент, такие направления реальны. Разобрались. Стороночек. Теперь уже идем ближе, ну, такие более, так сказать, бизнес. Ну, понимаете, все даже говорят, что вот, мы должны сделать привлекательную экономику, чтобы инвестировать. Это самый идеальный вариант. Ну, сами понимаете, вот эти, то, что я вам рассказывал, ну, оно все красиво, на этом межпредит. А что значит инвестировать? Ну, прежде всего, зарубежные инвесторы покупают украинские компании. Раз. Стают сушительным украинским компаниям. Два. Покупают акции украинских компаний. Три. Это все, все устраивает. Абсолютно. Такая разница. Ну, к примеру, украинский олигарх, или украинский фармер, олигарх, как хотите. Скупает землю в Украине, тем более с 2024 года. Выпускает акции, вот IPO, слышали? Слышали? Выпускает акции, продает, заходят деньги, это реальные деньги, ребята, это самое настоящее. И инвестирует их в развитие своего бизнеса. какой бизнес? Элеваторы, дороги, порты, погрузка кораблей. То есть, вот бизнес. Или переработка. Ну, мы рассматриваем аграрный. Хорошо. Трати металлургию. Ну, пожалуйста. Опять же, ну, давайте так, Ренат. Выпускает IPO, размещает, заходят деньги, за счет этих дней строится новое террористическое предприятие. Уже с новыми технологиями, высокой роботизацией, невредной для экологии и так дальше. Абсолютно рад. Абсолютно рад. И тут действительно, просто, грубо говоря, с одной стороны, ну, как вы сами понимаете, конечно, нужна победа, это раз. Во-вторых, чтобы не мешали бизнесу, это два. И в-третьих, не помогали. Потому что, как только начинают помогать, еще хуже. Потому что бизнес это сам умеет делать. Да, там есть масса нюансов, сложностей, но это все бизнес умеет сам решать. но если вы запускаете рынок земли, если вы не помогаете бизнесу, не проводите реформы, не меняете одного законодательства, не создаете никаких там кластеров, бластеров, идеально. Но как только начинаются вот эти реформы, хана. Потому что в бизнесе, чем дело, ну, смотрите, вот, есть определенный момент процедура, как сделать красиво акционерное общество, как разместить IPO. Это есть откатанная, шикарная, четко понятная процедура. Ее нельзя сделать за день. Там есть определенный интервал времени. чтобы правильно понять, хорошее IPO, это тоже вопрос выпустить, как минимум на 3 года, а так вообще 5. Но, что значит хорошее? Это вы размещаете, привлекаете, к примеру, с размаху миллиард долларов в виде инвестиций. Это реально, ребята, вы понимаете, вот IPO, это фишка, которая тоже там, ох, зарабатывать можно. Но вот эта подготовка, она занимает время. Если за это время нет вот этих реформ, класс. А если реформы, потому что вы же выстраиваете вот так модель, тут раз поломали, уже не работает, раз поломали, вот в чем проблема. Почему я все говорю, что это не работает? Ну, что вы в курсе были, смотрите, до креста 2008 года у нас были IPO, и даже до Майдана были, не было реформ. Слава тебе Господа. А вот начались реформы, никак. Ну, так не работает. Между прочим, почему у нас фондовый рынок? Реформу берите, ребята. Вот вы реформу не даете фонду работать. Понимаете, его постоянно дергают, дергают. Так, ребята, так же нельзя. Реформа, должна быть четкость. Вот, есть все, не меняйте. Но, понадеемся на лучшее, все-таки, черт возьми, почему бы выбрать хуже? Что да, действительно, после вами реформы не будет. Ну, поболтать можно, главное, чтобы их не проводили. И тогда, действительно, наш бизнес, аграрный, металлургический, какой вы хотите, химический, выбирайте любой. Тут уже, какие сферы, это можно дискуссию бесконечно вести. Но, понятно, это крупный бизнес, очень крупный. То есть, грубо говоря, то, что я постоянно говорю, это то, что пока на Майдан взлетело, надо пролоббировать интересы украинских олигархов. Взлетит, зараза. Но, как только вы будете мешать работать, она будет падать. Но, по большому счету, Майдан что сделал? Он внес хаос, и экономика начала проседать, потому что украинским олигархам стало неудобно работать. Но, как только, так сказать, успокоилось, через несколько лет, только олигархи начали поставить экономику, раз, и попер рост экономики. 2017-2018. Вот это благодаря олигархам исключительно. Мало-средний бизнес здесь как бы на потфате бегает. Это такая ситуация. Идем дальше. Ну, если уже поговорили про IPO, надо сказать про облигации компании. Вообще, смотрите, вот как развивается бизнес. Есть два направления. Компания идет в банк, берет кредит и выпускает свои облигации. Не присты, а свои. Ну, традиционно банк дает кредиты не длинные. То есть, на год, на два. Длинный, для него сложно. По этой причине, да, криптование развиваем, все это замечательно, но это деньги на оборот. А вот если мы говорим на развитие, опять же ситуация. Тут уже мы можем брать большую компанию, среднюю, но мелкой компанией не занимается. Средняя тоже. Вот они выпускают корпоративные облигации, которые продаются на территории Украины. Они на территории Украины могут продаваться иностранцы. Могут продаваться за границей и так дальше. Но в чем здесь смысл? Облигации, как правило, выпускают на длительный срок. Пять лет и больше. И конкретно вкладывают, ну вот, если гособлигация, это такое государство. А здесь, смотрите, вот бизнесмен говорит, я хочу построить, ну не знаю, порт, я хочу построить склад, я хочу построить завод, конкретно, вот, и под этот завод выпускают облигации. И здесь действительно ситуация, вот есть инвестор, который смотрит, украинский, зарубежный, это уже не вопрос, есть такой бизнес, есть такое направление, ну вот, действительно, и он считает, стоит, и он покупает эти облигации, деньги появляются, наши бизнесмены, и мы, действительно, реально видим, строительство новых заводов, фабрики. Да, здесь в данном случае сказать, а вот если человек захочет электростанцию ветровую построить, пожалуйста, солнечную, пожалуйста. Ну уж, понимаете, одно дело, когда вы строите солнечную электростанцию за свои деньги или за кредит банка, которым дали на год, ну это же, вы же понимаете, так, петлять. Другое дело, вы берете, размещаете облигации и говорите, я за их построю электростанцию большую, очень большую. И вот по этой причине вот такая сумма денег. Реально, абсолютно. И абсолютно, вот это действительно может сработать. И это абсолютно, вот здесь, когда мы говорим, сколько здесь может быть, может быть, за 10 лет сейчас, может быть 100 миллиардов, может быть 200 миллиардов, вполне, абсолютно, долларов, долларов. Потому что вот эта реальная экономика, тут сразу больше количество инвесторов, больше количество интереса, больше, ну оно как бы кружится, понимаете. Потому что смотрите, в мире переизбыток денег. И как только вы инвесторам говорите смотрите есть интересная тема а что такое надо красиво упаковать эту интересную тему преподнести показать и тогда по этой причине что если действительно не будет никаких реформ не будет никаких этих очередных там давайте что поменяем а вот все по стариночке то действительно благодаря айпио благодаря действительно корпоративной облигации ну 500 миллиардов это фантазия но за 10 лет 200 ну давайте так до 300 миллиардов долларов можно собрать за 10 лет это не за год то есть да за год это но вначале это может быть там за год миллиард 2 миллиарда нормально это абсолютно нормально это действительно реально а потом конечно можно там увеличить эту сумму там что уже за год примеру там 15-20 такое возможно потому что знаете ну в начале населения сложнее сложнее а потом больше больше будто вы знаете по накатанной инерции идет даже фри срабатывает это срабатывает вот это абсолютно реально вот так действительно реально украина может собрать ну 750 мне кажется это слишком так уже не красиво округлили и 500 в она конечно немножко так сказать тоже я более реалистичную цифру назвал но давайте так вот на тесь оптимистический прогноз пессимистический пессимистический 200 миллиардов за 10 лет пессимистический это от с учетом всех вот этих что мвф даст наши там раскрутятся что-то мы там в олигарха возьмем российский чтобы они откупились так это будет вот 200 миллиардов за 10 лет дать не значит что это рома мирно но за 10 ран да это пессимистический самый лучший вариант оптимистический 400 вполне но просто за учетом что-то у нас пойду пойдет действительно раскрутиться шикарно айпио раскрутиться шикарно корпоративная бригада сработать даже может быть 10 какую-то часть но вот наше там правительство разместить евро-убляции ну ценный рейтинг так немножко поднимется о давай или больше разместить этих валютного из до 400 вот это действительно то что ну будете с этим произойти это планировали вот такое видим чисто экономическое я так понимаю очень скучно и очень для вас хоть не знаю поняли или нет пойти что самое забавное ребята смотрите я сделал абсолютно ну простой видео причем рассказал такой степени просто дальше уже некуда но я уверен что сейчас людей будет меня ругать что непонятно те что тут непонятно это вот реальная экономика я же вас не усложнял какие-то высокие материи по самые простые так что давайте пишите комментарии братья с немножко но или не рвать пока